Всем привет! С вами на связи Татьяна Кузьмина. Я сегодня нахожусь на балконе своего номера. Вот видите, какой у меня сзади вид. Это пицунская сосна. Мы сейчас отдыхаем на море, в Пицунде. Я дышу фитонцидами чистейшими. И сегодня, правда, не очень хороший день. И так достаточно прохладно, штормит. Но, вы знаете, от этого воздух не испортился. Наоборот, обогатился, мне кажется, ионами кислорода, озоном. Так вот, сегодня мне хотелось бы с вами поговорить на тему, что же такое сетевой маркетинг на данный момент. Что из себя он представляет на сегодняшний день. Когда я общаюсь с людьми, то зачастую еще встречается такое возражение. Люди мне говорят, что сетевой маркетинг – это беготня с каталогами. Это нужно что-то продавать, или нужно кому-то что-то втюхивать. Вы знаете, действительно так было еще несколько лет назад. Но жизнь течет, все меняется. Меняется бизнес, меняются подходы к бизнесу. Мы тоже умеем. Мы, я имею в виду, консультанты в компании. Мы приобретаем опыт, знания, навыки. И, естественно, мы начинаем работать грамотно, потому что жизнь изменилась и меняются подходы в работе. Так вот, относительно каталога. Нужно ли бегать с каталогом? Нужно ли его предлагать абсолютно всем знакомым, незнакомым? Вы знаете, на самом деле это дело каждого человека. Я считаю, что научиться работать с каталогом просто необходимо. Я сама люблю нашу продукцию, люблю работать с каталогом. Мне это абсолютно несложно. Мне доставляет огромное удовольствие, когда я приношу заказик своим знакомым, друзьям. И в этом заказике я вкладываю какой-то бонус, плюшку, подарок. Человек радуется, он радуется тому, что он приобрел какую-то продукцию, зачастую это какие-то новинки, а это всегда положительная эмоция. И плюс он еще находит там подарок, это двойная радость. Представляете, его переполняют эмоции, эти эмоции передаются и мне, потому что он меня благодарит. И лично мне очень нравится работать с каталогом. Но я знаю, что не все это любят. Скорее всего, по этой причине, что у них, опять же, сидит такой таракан, что нужно бегать с каталогом и нужно приставать. На самом деле, если грамотно научиться с каталогом, то делать это вообще запрещено, потому что это не работает на самом деле. Однажды, некачественно обслужив клиента, вы его потеряете навсегда. Поэтому гораздо приятнее научиться правильно и грамотно обслуживать своих клиентов, которые затем перейдут в разряд ваших постоянных. Достаточно вам иметь таких 5-10, может быть, 15 постоянных клиентов, которые будут обеспечивать регулярный личный товарооборот у вас в каждой каталог. Но даже если вдруг совсем не заходит вам эта тема, но не нравится вам общаться со своими клиентами на тему каталога, есть отличный вариант, вы можете просто пользоваться своей продукцией, продукцией своей сетевой компании, таким образом тоже организовывать товарооборот. Но смотрите, например, в нашей компании, в компании «Фаберлик» огромный ассортимент продукции, сменить свой привычный магазин в соседнем доме на магазин компании «Фаберлик», в котором есть абсолютно все, начиная от средств по уходу за телом, от косметики той же, и заканчивая одеждой, обувью, аксессуарами, товарами для дома, чистящими, моющими. Но очень широкий ассортимент различных товаров, которые выгодно приобретать, потому что вы их будете приобретать со скидкой в 20%, потому что компания вас за этим будет поощрять огромным количеством различных бонусов, подарков, а подарки всегда получать приятно. Ну и плюс еще участвовать в распродаже со скидками до 70%, согласитесь, это тоже хороший такой плюс. Дальше. Это все, что касается работы с каталогами, двигатель с каталогами. Нужно ли здесь продавать? Вы знаете, продажа – продажа – рознь. Можно стоять за прилавком и что-то, опять же, продавать, и на этом зарабатывать деньги. Но, кстати говоря, этическими нормами и принципами моей компании запрещено продавать товары в реале, с прилавка, и стоять, и что-то вот таким образом распространять. Это запрещено. Поэтому продажи у нас специфические – это продажи по каталогам, то есть под конкретные заказы конкретных клиентов. Но для того, чтобы такие продажи осуществлялись, естественно, вам нужно находить постоянно клиентов и, опять же, качественно, грамотно их обслуживать. Это тоже навык, этому можно научиться. У нас есть отдельное обучение, где мы учим своих партнеров и работать с каталогом, и продавать по каталогам, если у них в этом есть потребность. Существует целая категория консультантов, которые любят продавать, которые любят получать быстрые деньги здесь и сейчас, которые просто являются прирожденными продажниками. Но почему бы им не предоставить эту возможность? Я сама, в принципе, время от времени этим занимаюсь, потому что сейчас вышла в офлайн, работаю на промостойке. Естественно, с промостойки у меня идут заказы, и мне это нравится. Почему бы и да, почему бы не увеличить размер своего дохода еще вот таким образом, собирая заказы и доставляя удовольствие своим клиентам и получая еще при этом дополнительные деньги. Ну и следующий момент, нужно ли здесь приставать. Вы знаете, это, конечно же, не работает. Если однажды не очень хорошо, так скажем, обслужить клиента, некачественно, непрофессионально, именно что-то ему навязать, что-то ему втюкнуть, то этот клиент к вам уже никогда не вернется. Это не работало и не работает, и не будет никогда работать. Здесь важно именно коммуницировать правильно с людьми, правильно с ними работать, правильно делать им как ваше бизнес-предложение, так и если вы работаете только с продуктом, правильно предлагать им ваш продукт, и тогда люди к вам потянутся, что называется. Поэтому вот такие возражения, о которых я вам только что рассказала, они уже на данный момент не актуальны, потому что действительно мир меняется, меняются законы, которые работают в бизнесе, тем более в сетевом бизнесе, а мы работаем с людьми. И делается именно акцент на человеческий фактор, на то, чтобы действительно сделать хорошо либо нашим клиентам, либо нашим партнерам, потому что это нам возвращается в конечном итоге сторицы. На этом у меня все. Увидимся с вами в следующих видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Всем пока!